что друзьям приветствую всех любителей 4 европы у нас с вами снова готия вот она у вас с нами такая большая классная и мы достаточно близки к выполнению наших целей сотрите как мало осталось заданий нам выполнить до готического вторжения вот но первым делом первым делом вас опять как и в прошлой серии начинается все с какого-то крыльжа полюбуйтесь на эти восстания полюбуйтесь на это сверх расширение полюбуйтесь наши админочки а нам какое-то время предстоит сейчас этим заниматься возможно даже долго этим заниматься ну а после будет видно мне сейчас пока кажется что больше всего мне хочется напасть на османа ну после вот этого всего разбора ради того чтобы выполнить базилец балкан да то есть фулл балкана нас интересует и конкретно провинция косово потому что косово и готи верно верно вот армии нас достаточно денег недостаточно да да еще проблема с лимитом управления потому что у нас присоединилась австрия у австрии было много территорий с большим развитием то есть денежки нужно и на это тратить все кошмар как кстати быть с торговлей местный тоже для меня большой вопрос а кстати секундочку плюс минуточку это же территории у нас не восточной европы верно но частично то есть эти территории можно в торговую компанию запихнуть о по плюс торговец плюс торгой ну ладно в любом случае эти все провинции вроде как можно бесплатно себе в область добавить я я я бы не ставил вот это что-либо австрийская в торговой компании честно вот но чтобы владения что-то добавить нужно опять лимит управления у нас его нет вот пожалуйста я так полагаю нам придется пойди в минус какой-то да придется же думаю придется тут без вариантов угрожали сезаем взять это что нам стоит это на минус абсолютизм блин нас а так его мало вследствие там каких приколов с казаками в принципе у нас с деньгами все неплохо как у нас пропадет всех расширения у нас пойдет хороший плюс ну и все берем займы и вещи ничего не стесняемся он тем более на займ 2 800 думаю больше одного займа мне кажется я и не возьму еще мне бы хотелось забрать себе крит тут греция вроде как появилась до благодаря малинди малинди будет ну какое-то да непонятное время до 15 года гарантировать независимость как бы лишнее малинди не особо сильная но лишняя война мне тоже ни к чему правильно правильно малинди подожди у тебя хорошее отношение с нами если я попробую разорвать не отца и сайт союза могу разрывать гарантия не могу разорвать нам малинди малинди deep связь свободны союз малинди и ради чего ради одного крита нет это полный бред согласен гос реформа ой как давно у нас не было гос реформа сообщи много реформ осталось то нет три штучки получается плюс абсолютизм но агрессивно решение плюс 15 не для нас помнится я брал эту штуку что-то про жану дарк сестричество мне почему-то поясняли в комментариях что это какой-то рофло перевод и на самом деле в оригинале здесь про жану дарк ничего нету я как-то странно это звучит вот ну альтернатива этому есть общественный договор минус нас беспорядки тоже минус один но тут языческие элитические провинции не дают никаких штраф учитывая то что здесь религиозные идеи я все подряд прикрещиваю наверно для нас это не сильно актуально поэтому время сепаратизма минус 5 вот это да время сепаратизма нам еще полезно тем что культуру мы можем менять только когда нету сепаратизма вот так знаете а я наверное еще хочу я хочу союз с эфиопией почему нет смотрите 100000 они во время войны я думаю если мы засоединяемся с эфиопией у нас целый такой огромный пласт территории будут будет безопасным тем более с испанцами нам если что эфиопы могут помочь да тут у них общая граница какая-никакая давай делать хоть они забирают территории не мамлюков что как бы было бы неплохо нам делать вместо их но пойдет я думаю хотя а в австрии мы все перекрестили в православие кстати да вообще все территории православные австрийские были приятно а вот хотя мы уже и в плюсе вот пожалуйста при том что всех расширения чуть выше 100 все еще знаете на что я обратил внимание у нас появились территории в ла-манши ла-манш как обычно самый богатый торговый узел в мире богаче нашего там заметно ну понятно можно либо получать прибыль с ла-манша либо заслать туда пиратов тут охота на пиратов и так понимаю 590 я правильно понимаю ну да 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 что-то туда пираты верно не сработают так просто британцы судя по всему постарались против пиратов тут поработать видимо кто-то уже с пиратами связан . это черненькая полоска еле заметны ну ладно принципе у нас ни единого торгового порта нету здесь можно забить ла-манши полностью оса котру завоевал мин я думаю что за цвет такой кто кто тут имеет такой цвет это минская территория же красиво сыграли я бы я бы на месте именно вы тоже какую-нибудь такой островок себе забрал прикольно прикольно но теперь мы имеем дип отношения с мином конкретные и они ждут наших провинций здорово здорово чегота я тут вижу данник мина да ну да чуть-чуть придумал с эти с торговли вообще получает торговлю в австрии где у нас один процент кое себе наверно проще в кракове что-то зарабатывает дам а ну ну 12 мей какие то есть 12 монет это уже что-то блин у нас full это как называется пешда full торговля пешта есть и всего-то сколько 26 процентов значит такое все эти регионы нужно вот так вот вот это прожимать у нас нету лимита я думаю можно продолжить изменять культуру да я только обычно я проживал тут по кнопочке карты смотрел там культур рядом наша не наша замечательная есть вот эта штука смена культуры сортировка по цене вот и все очень супер здорово удобно вот с местами в греции где-то уже да ну про практически уже годская культура приятно приятно еще щас жду да когда казаки будут у нас лояльными принципе в принципе так чё нам не хватает для выполнения задания по 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 поводу казаков вот 70 лояльности и 30 полков у 30 полков до самая такая неприятная для нас вещица нас эти лимит армии прям очень приятный потому что я уже чуть-чуть территории начинаю включать себя то есть по кракову решил пройтись раз уж я тут торговлю получая процент очень маленькие вот три регион чека включил себя ну и наверное все остальное тоже нужно будет по крайней мере где есть торговые . это точно так вот лояльность я так планировал если я прожимаю эту кнопку казаки получают три процента земли дополнительной и мне тогда начинает хватать на 30 полков но давай заранее тогда поставим строится сколько тут 18 кстати тут мощно тиска добавляется как будто бы выгоднее конников таких ставить ну ладно я же не планирую всегда этими казаками пользоваться просто задание выполнить да и все я их упразднил слова вот они 18 дам прожимаю эту кнопку и месяц так должен наверно пройти 25 ай сатана вы посмотрите только полюбуйтесь до 30 нам не хватает а казаки что я могу вам сделать как я могу больше земель им дать этот именно не влияние работает а земли то ё-моё ну допустим и вот местные там исследовательские миссии минус 5 земель короны нос отбирается они отбираются только в пользу казаков казаков или или нет давай проверим вот минус 5 всем она разделится или нет не только казакам опа так 35 супер подходит мне страшно смотреть на наш абсолютизм подношение от бахмани приятно так вот страшно смотреть на наш абсолютизм он еще сильнее понизился но мы можем выполнить это задание татары возможно когда-то были врагами но нельзя отрицать их боевую доблесть вместо того чтобы устранять их возможно мы сможем использовать их в нашем обществе или в наших рядах можем можем что у нас годы смешивания с татарским народом привели к тому что многие наши офицеры захотели интригировать их в наши ряды состав нашей кавалерии поскольку они являются одними из самых грозных наездников которые мы когда-либо встречали хотя они могут быть правы это также приведет к тому что многие из них оставит свою жизнь степях не перенося пользу нации управляя своими землями так либо мы получим мега бонус какой-то на казаков я планирую их убрать ради абсолютизм поэтому как-то бред либо по казачье самоуправление дает нам больше управлять подожди это что значит это вот это не подожди что такое казачье самоуправление вот она казачье самоуправление лояльность до даст нам 50 управляющие способности это лимит управления это это имеется ввиду но еще дополнительно казачье самоуправление даст нам минус 10 содержание степных провинций тоже не очевидно содержание это в плане денег или чего и вклад религиозное единство это полностью пофиг ну давай попробуем это прожать что у нас тут лимит управления плюс 50 до абсолютизм минус 10 это вообще жесть так казаков упраздняем да наверно и исследовательские миссии тоже осталось казацкое самоуправление только имеет управление плюс 50 очень мало нашей ситуации как бы ладно все казаки полностью пропали новую вот тут они у нас остались надо было коней строить нас есть как раз надо было коней ну ладно пофиг уже подстроим новую армию одну раз уж мы тут по настроили пехоты и гаврос торжествующие у нас между прочим выполнил задание нам нужно было что чтобы не существовало византия трапезун и чтобы мы были топ-6 хотя бы нам много лет назад мы были всего лишь скромной купеческой семьей теперь мы выседаем на золотом троне торжествуем над нашими греческими соперниками остальной мир вскоре узнает об этом достижении тут уже все наверное узнали то что тут такая готия есть топ-1 мира мы же правильно конечно все давным-давно узнали о том что мы тут есть и получили мы что интересно кстати вот это интересный бонус компанию наемников значит в принципе компания наемников нам будет стоить вербовка меньше профессионализм будет тратиться у нас на пять процентов и у нас появится стражи дома гавроса специальная наемническая компания которая не требует профессионализма при вербовке прикольно прикольно вспомним наш опыт и именно когда мы использовали постоянно наемников вот домашние стражи гавроса какие-то переводы с интересные вот она куча пехоты которая кстати дает урон от огневой мощи минус к начиску и урон по боевому духу минус и все пехота блин все песку к нас пехоты сколько можно и тут казаков не хочется распускать и это хочется использовать вот и пожалуйста и думай чё хочешь ладно как будет лимит я думаю лимит у нас будет скоро я надеюсь на имен наемников на кстати ширина боевого построения увеличилась это еще нужно всем вот это подделывать блин она же тут были бонусы на абсолютизм еще да как бы нам их восстановить пока суть до дела могу вам предложить напасть на осман у них снова тунис бедный в союзе можно накинуться нас интересует в этот раз full балканы кого-то куда-то я хочу встать кого-то поджидать нет в принципе могу просто все армии границам подвести даже все наверное не нужно это будет избыточно слишком похоже все армию него здесь в малой азии это же можно назвать малой азии ближнем востоке короче что предлагаю вам начать целую три армии суда пойдут тут их развлекать как-то одна армия надеюсь ее хватит буду балканы зачищать какие-то союзы такие супер супер жидкие эфиопия кстати уже согласна с нами вместе воевать плюс великобритания погнали нас же тем временем то существует института не внедренным как она как он там просвещение ну да как это супер непросвещенная держава все красный прям ну да не хватает немножко армии еще новую пришлем хотя нас тут дания вполне себе разберется да по ощущениям кстати флот я про него полностью забыл вот он у нас прям супер бедненький даже успел один раз проиграть сражений такое себе да флотом то надо заняться по моему осман уже готов мириться по ощущениям что тут 92 процента уже тунис какой-то недовольный а потому что мы наши союзники тут поработали над ним тунис роде кстати тунис можно как вассала сделать я думаю он вообще отлично бы сработал но deep связи да кто у нас лишним то у нас на лишь можно присоединить какой-нибудь у вас ну кстати мы вполне себе можем присоединять уже 50 лет прошло тогда не или норвегия кто нас интересует первую очередь ой боже это опять лимит управления пу 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 вот что что а лимит управления супер ограниченный ресурс были неужели да не норвегия нас навсегда останутся типа как у не а ты жалко или нам уже пофиг вот что лимит управления на снижает стоимость стабильности стоимость советников улучшение отношений агрессивку админ эффективность как будто бы если мы необъятных размеров и сильнее всех на свете во много раз на эти дебафы можно забить навсегда есть такое ощущение но я не хочу этого делать я не чувствую что я готов к этому иди в связи меня нету дип очко я точно не хочу тратить вас культуры нужно менять все это очень много требует бахмани может быть минус а может быть пофиг на этот тунис а я вообще с испании собираюсь воевать вот испанец что у тебя по культуре ты ни одной провинции с немецкой культурой не владеешь верно верно пофиг тогда на испанца абсолютно хоть это наши соперник вниз мир ах ты посмотри эфиопия какую гадость мне сделала а я не ладно хорошо я эти провинции не собирался забирать и так балканы балканы значит кстати можно константинополь до конца забрать почему нет ну так я поступил до конца забираем константинополь да прям до конца даже вот балканская константинополь это болгария нас так вышло вот этот полосочка это я вам скажу это пешт это пешт мы фулт забираем и что ничь какой ничь косово то вот так можно сделать норм нет такое себе да а чего можем отказаться от макары макара дорогая прям дорогая ну типа вот так можно сделать неплохо да блин а косово нам по заданию обязательно нужно понимаете поэтому как то так агрессивка пофиг всех расширения даже меньше 100 где это видно подожди может мы не доиграли где-то не добили ну так кстати выглядит османская бразилия одна провинция очень тебе соболезную осман что не удалось я я видел кстати за туманом войны в общем за таким вот не следы территории видел что где-то на юге османа были территории вашей при религии смогу увидеть но вот судизм кстати вот какой-то кусочек наверняка это от османа осталось по культурам ну по культурам вот турецкая культура да где есть да то есть осман прямо крах потерпел свои колониальные империи прям крах сочувствую реально делают так полная победа супер огонь классно все еще стало хуже по лимит управления но неудивительно вот так мы выглядим очень солидно мне кажется очень симпатично в общем атаки классные все задорные поджар поджары толчу базилис балкан балканы были одним из наиболее важных регионов старой изантийской империи хотя это гористая местность некоторые ее богатство нельзя недооценивать давайте подготовим компанию по возвращению траченные изантийской земли ок чем мы получаем следующий раз когда мы расширим инфраструктуру в провинции получим два года дохода от ее производства это каждый раз будет так работать или один разок потому что ну я расширял инфраструктуру на территориях вот где там краков торговля за каждую балканскую провинцию имеющую великий проект мы получим 25 каждой монархической держать наверное очка вот этого это имеется ввиду монарха ну машинный перевод и в косово получит значит бонус золотыми сторожение семьи гаврос местное производство плюс 2 шанс истощения рудника минус 100 то есть никогда не истощится и модификатор цены повышения развития то есть нам намекает качайте косово до посинения окей так и мы уже готовы к гетическому вторжению практически нам всего лишь остается фальц ну фальц это потому что он император сейчас нам нужно либо как врага и вы рассматривать либо соперником и либо оскорбить и мы получим кассус были на всю германию вот это нам надо фальц я тебе даже на карте вот он ты реально такой вот тут еще пару провинций так вот фальц ты у нас император до несчастный император нанести оскорбление презрительное даже пускай есть такое дело выполнили супер огонь готия возможно и вернулась но готические обычаи нет германии еще предстоит прикорить короли и королевы еще не преклонили перед нами колен затем мы поставим их на колени с помощью меча ох 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 так все текущие будущие провинции в германии который мы владеем получит импификатор возврат готического пути но это кстати читал преобразование культуры супер дешевое все там готическое вторжение кассу были получаем завоевание немецких городов крупных немецких городов даст нам бонусы если мы вену вена у нас есть стоимость дип аннексии минус 10 приятно прага у нас тоже есть стоимость советника той же культуры минус 15 кельн вот его нету миссионеры плюс и сил против еретиков ахен админ эффективность плюс 5 любик кстати любика сразу два модификатора лимита военно-морских сил плюс 20 и модификатор торговой мощи провинции плюс 15 прин прикольные механики очень здорово я согласен чикс кассус были подожди месяц он должен пройти наверно готическое вторжение все страны почему-то османы именно даже все страны про все все страны реально без прикола подожди саксония допустим вот допустим смотрю да готическая стреля какой шлемчик ты красиво чем тут имеем агрессивное ношение 75 100 престижа и 75 стоимости за все провинции круто ну круто же но претензии на кстати на германии нам не дали я думал нам претензии дадут но нет считай мы получили кассус были империализм раньше времени что-то такое схожие да то есть и мы и на чагатая можем готическое авто а подожди не могу а как это работает тогда не понял испанец могу дали не могу я не понимаю как это работает тогда какой ладно в принципе нам чагатай то не очень нужно хоть у нас есть претензии можно забить я думаю так ладно пока я предлагаю переварить все территории и думать как мы будем завоевывать германию смотрите сколько я одновременно провинции перекатываю свою культуру ли она просто массовое перекатывание культуры в годскую да как-то я делал перерыв во время присоединения австрии теперь все копаем на полный штык я так замечаю что и киргизскую культуру мы мест на местами перекатываем то есть в наши прям восточные рубежи и западные тоже том числе и немцев некоторых я уже свои и вижу там померанские провинции что-то там я на так его дать были дешевые там по 7 дипки по вот такой вот самая дешевая провинция которую я видел что можно перекатить она стоила 4 дип очка по моему если не 3 по моему 4 нас новый правитель кстати вот это странное имя сатирия наследник базилиус там пойдет почему она странно и потому что это женское имя у нас императрица теперь на троне шальная там не шальная не знаю но императрица фальс требует незаконную территорию обратно серьезно подожди это это османские территории да нет отклонить конечно о малинди не вступится за грецию ты с кем-то да воюешь а так вижу с португалии сочувствую конечно но грецию надо забирать флота какой у греции флот это одна провинция не забираем на воюем до вас тут претензии конкретные на нее есть счет у нас восторжествует справедливость вот это я доволен буду интересную них модельки конечно но видите нам больше не придется кстати на сардинию тоже можно также напасть модена у тебя в союзе да в принципе пофиг у нас нет претензий дам на сардинию тут все не так просто на все-таки готическое вторжение это не то же самое что империализм империализм поинтереснее конечно если бонусы примерно такие же чуть не очень помню ну вот она греция в общем-то все красиво вот теперь да вот теперь красиво соперники 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 в принципе нас никто не интересуется абсолютно бургундия бургундия наверное владеет немецкими территории да да владеет поэтому в принципе на россию пофиг уже навсегда поэтому бургундия кстати интересно почему россия все еще может нас держать в соперниках она даже но не великая держава ладно нас 5000 развития в принципе первые наши державы на которые могут напасть это саксония вполне себе в фальц не вступается потому что это видимо соперник да это соперник это соперник с тем же успехом можно и на какую-нибудь о да швейцария от великобритания и франция фу суда франция сильно так-то сильно а у фальца всего два соперника до 33 еще регенсбург регенсбург вот он маленький это ведь тоже великобритания что ты будешь делать и защитник реформаторство британии вот тебе и союзник вот и пожалуйста да бургундия тут всякая ладно подводим войска в принципе мы более-менее уже готовы ой какая там агрессивка кстати будет я не представляю просто в империи все это а я за одну войну смогу империю развалить что нам нужно контролировать столицы императоры всех курфюрсов да это будет проблемой если заберу фуллсаксонию у нас уже соберется верный гиперкоалиция по ощущениям и наверное не сильно ее боюсь хотя если испания франция вступится в нее я не захочу воевать с такой гиперкоалиции правда ведь пупу-пупу так ну как будто бы есть смысл напасть на пфальц и подгадать и подгадать так чтобы у нас все курфюрсты были в войне ну либо союз да если нападу на пфальц у нас я вижу ну сам фальц кельн кто у нас тут еще магдебург из курфюрсов все не густо очень не густо еще четверо о боже об фальце он живот нет еще трое тогда но союз могу только слюны бурком заключить тренд из альцбург в одновременно войну объявить может быть тренд союз с испанцами это проблема проблема сильнейшая хотя если магдебург выберу как свою еще сторону то да о боже войны на все стороны мира просто так подожди тут вижу же тефтон будет ступаться давай к тефтон еще армии подведем сколько эти армии тефтон немного немало 91000 это много это много думаю про флот можно забыть на какое-то время я очень надеюсь не будет они высаживаться никуда очень надеюсь эпоха революции здравствуйте плюс лимит управления технологии сада это нам надо это нам очень надо ну ровно прям в лимит управления кстати как-то провинции по включал в основном конечно краков и пешты почти полностью не получилось даже те провинции где нету торговых точек будто я тоже по включал себя доходите есть лимитики есть все отлично провинции перекатываются в нашу культуру и кстати мы получили национализм и империализм что самое любопытное возможно этот косус были даже лучше будет да все все провинции нашей культурной группы дешевле империализм а империализм точно такой же как гостическое вторжение наверное подразумевалось что я быстрее как-то получу готическое вторжение но только на таких моментах получилось на достаточно поздних на сайте более-менее более-менее четко крепости стоят тут никак не защищено конечно но какая-то линия обороны проглядывается правда моравию бы нам получить полностью на такой плевок внутри наших территориях чуть не очень ну что ж я наверное готов к первому нашему готическому вторжению по чем нам к сус были национализм больше подойдет но давай смотреть как кого мы будем выбирать как со воюющей стороны и так нападаю на фальц нападая на фальц мы получаем оккупацию фальца кельна и магдебурга то есть половины нужно счет за льд бюк люны бург и тренд люны бург можно заключить союз остался только у нас тренд и зальцбург только нужно это до войны сделать чтобы не потерпеть фиаско у магды бурга по-моему какой-то есть люны бург но кстати нам не нужен динам бург да это серьезная проблема с кем вообще они в союзе зальцбург и тренд венеция испания нового приехали блин зальцбург как раз люны бург морави саксония тренд что ты будешь сделать одну войну за одной могу в теории начать могу вот венеция допустим накинуться на венецию ради трента такой бред вообще жесть ну ладно зальцбург через морави в целом можно да о боже это вообще жесть ну ладно тогда нападаем на фальц никого не призываем с люны бургом союз минус дип очков конечно тут такое дело за национализм британия с нами и того мы закрываем все всех кроме зальцбурга и трента во время войны будем объявлять новые войны вот это так я планирую тогда нам вот это армия на тевтонах не нужны ну да ладно поехали главное не заключать перемирие раньше времени вот это самое главное и не помереть от всех этих крепостей их очень-очень-очень-очень-очень много эти эфиопик нам согласно включиться сюда я думаю они могут вот этот вот 10 иконы в 1 кого-то мега автобота собраться там по миллиарду войск вот у одного бургундии 180 тысяч и навалять нам жестко нужно как-то избежать этого ну вот о чем я говорил о чем я и говорил ну хотя нет чудом мы победили чудом ну хочу дани это бедная думал вот эти вот мелкие страны могут запросто наших унятов еще покрасить по сто раз ну кстати согласен юненбург даже ступицы суда ну правда это такой наверно все союзник ну почему бы и нет а у нас кали было до крепость не разрушил принос оказывается был торговый порт ла-манши я что-то говорил что нет ладно о не дам таких душных войн у нас давненько не было вот вам и вызов так у нас первый ланс ладанс худ в общем-то минус он не выборщик правильно правильно его можно аннексировать уху сколько это стоит же есть вот вам и коалиции кстати вот он ради 1 до проинчатого просто бомжа ну вот сколько они развития 42 давайте неудивительно что он столько стоит неудивительно но нам нужны это все территории нужны нас ждут огромные потери от истощения уже пол армии в как бы потеряла война то не началась с толком при том что ну богу бота нет проблем микроконтролить что-то это же бот правильно плюс наверно эту кнопку прожимать никак иначе затем мы даже фу своей армии умудрились проиграть битвы здорово так давайте мобилизируем свои силы вот эти рекруты кстати полезный советник но давай что нибудь более содержательное такое вот это прожимая сто процентов снижая скорость игры и видимо воюю час что еще достается нас еще и вайпы собирается ты посмотри а без приколов собирается уничтожать армию но хоть отступили то хорошо эти еще такую цель войны выбрал неудачный выбрал бы вот этот как цель войны проблем бы не было но мы бою за баден вообще которая даже крепостью не считается а вот и даня кстати уже начинает страдать я вижу сочувствую но бургунди 308 тысяч о чем речь 308 тысяч но правда рекрутов 0 это радует но скоро идея вообще 26 тех относительно скоро надо вместо гуманистических идей брать было где не наступательный штоль который даст одноумение добавляет надо было ой надо было о план схуд хотя бы можем присоединить он уже давно если ничего не представляет войск у него нету делаем крепость восьмого уровня мы получили неплохо да пока суть до дела можно себе построить по строчке на рекрутов для нас это оказалось сверх актуально внезапно я с ужасом смотрю на бургундию и думаю надо его выводить из войны но как как без бургундии я думаю вот это вся противостоящая нам каолицы ну так скобочках очень быстро спадется португалия кстати совсем забыл про неё а тут тут старается эфиопии над португалии так сильно моё почет не зря не зря союзился кстати с португальцы как пройдут к нам здесь как закупирует нами всем про все провинции вообще-то будет не очень проблему нас по боевому духу я вижу да люненбург вышел из войны подожди если но бург разорвал союз война потеряла смысла нет не не разорвался слава богу о боже эфиопия минус из войны она так хорошо сражалась бина могла вывести на белый мир португальцев могла но не вывела 160 тысяч бы минусанула просто за раз ну из приятного бургундии уже не 300 тысяч а 140 как и нас я делаю не страшно смотреть наши потери наши потери миллион просто всю плюс да пу-пу-пу так-то ой нас еще и вайп или пора наймать наемников по моему пора нанимать там домашняя стража гавроса лемберг отличная территория чтобы их нанять и а что-то там он просто full пехота до full пехот но и очень много поэтому коней нет смысла нанимать а вот пушки пушки другое дело к денег нет так ладно на абсолютизм ладно уж пофиг займ 15000 вот это нам пойдет надо было еще с крепостями разобраться по побольше уровнях поставить да но это уже задним умом только понимаем но и чего нас рекрутами 4 армия нас осталось кстати было пять ну да там 1 вайп ну ты вопросов ними еще же икону я забыл поставить самая важная дисциплина нужно все бонусы стакать максимально папская область согласно на белый мир 100 что это парни 21000 минус спасибо норвегии что просто встала на их столицу просто спасибо так главное не замериться с курфюрсом это самое главное так у нас тут готова наша царь армия кстати ей можно запросто штурмовать крепости все таки тут у нас рекруты отдельный отлично но и португалия но вы полюбуйтесь на эту мерзость а я смогу через эфиопские территории просто дойти до них и что-то сделать ужасное наверное наверное только это нужно именно армию строить потому что еще одной такой удобной наемнической армии которая бы нам поберегла наш профессионализм такой не будет больше опа и аккурат и плюс 200 тысяч суда святой михаил вот это я уважаю а вы дальше считайте православие не бой вот это имба хочется попробовать вывести из войны бургундию она видимо на краю да например на краю что согласится если одну крепость хотя бы возьму все бургундия минус и минус очень сильнейший враг прям сильнейший она в топе она 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 топ-7 это топ-7 так сильно мне кровь пьет вы представляете шесть они согласны огонь ну всего чё пальц что с лицом осталось португалии до разобраться португалия ты как у нас там и у нас тоже на краю можешь сказать я смогу дойти не смогу все я чувствую себя намного сейчас увереннее мне нужно было посмотреть сколько войск было до и после но тоже момент португалия согласно на мир кстати я тут достроил армия на только-только я отправил чтобы все подавлять и тут португалец такой а давай-ка замиримся давай почему нет ну фальц еще раз прошу что с лицом самое интересное фальц кель магдебург уже все считай ну дело дело трех секунд вюртсбург что-то у нас вот кстати вюртсбург нам тоже не не нужен больше вот он просто даже тоже согласен на белый мир отлично предлагаю все это то ли сейчас оккупировать либо сейчас либо 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 сразу напасть люненбург наш зальцбург тренд что-то из этого зальцбург зальцбург опять португалии всякие эти божие надо было прям сразу сходу нападать в 2 блин я бы справился если быстро сходу напал прям но тренд если без испании то это вот такой набор да а кто там у нас еще зальцбург на на зальцбург кстати можно напасть через моравию чтобы всякие там португалии не вступались да и в принципе даже армия чтобы нам противостоять вот этим трем челам закрываем гумоистические идеи не то чтобы это нам нас сейчас сильно интересовало но закрываем не можем еще одну войну начать все моя тактика разрушена полностью бесповоротно же мы сразу это не про обосрались еще могу сказать обосрались не ну допустим на вид на венеция могу напасть потому что она не в империи да и считать тренд заденем мы но зальцбург знаете что можно сделать можно напасть на венецию зальцбург как собоюющую сторону так у нас появится моравия здесь и моравию призвать и у нас снова будет без без неограниченная война просто совсем проблема в принципе в принципе знаете как можно можно просто напросто как я могу быстро забрать горную крепость 9 уровня я не понимаю давайте знаете как оставим оставим это на следующую серию до во время войны я не люблю заканчивать серии но сейчас требует ситуация очень здесь такая вот неоднозначная ситуация связана с обосрам сам да поэтому друзья если у вас какие-то есть идеи как это можно преодолеть то что сейчас увидите на экране как-то по-простому и кстати у нас хорошо с рекордами внезапно стало хорошо вот так если вас есть идеи пишите в комментариях вот но пока подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии жмите на колокольчик и на этом сегодня все всем спасибо что были всем спасибо что смотрели как то так